Парада Победа Празднования непременно состоятся, но позже, заверил Владимир Путин. Называются даты 24 июня, 3 сентября, 7 ноября, но решение примут только после окончания пандемии. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен в России годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади. И, конечно, марш бессмертного полка. Обязательно будет. Посещение скверов и парков теперь под запретом. Напомню, запрет на посещение мест отдыха был введён 14 апреля после распоряжения губернатора Сергея Цивилёва, который внёс изменения в постановление введений на территории региона режима «Повышенная готовность». Между тем, в обновлённом издании Кодекса об административных правонарушениях есть статья 20, пункт 6.1. Она предусматривает наказание за нарушение правил поведения при режиме «Повышенная готовность». Штрафы физическим лицам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Должностным лицам от 10 до 50 тысяч. Юридическим от 100 до 300 тысяч рублей. Так что теперь нельзя будет просто высказать своё личное мнение о показухе и уйти. К слову, герой ролика хоть и ушёл, но впоследствии был задержан полицией и предстал перед судом. Суд назначил ему наказание в виде двух суток ареста и штраф 2 тысячи рублей. Его поведение подпало под статьи «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при введении режима «Повышенной готовности». Многие удивлены, ведь сам глава города такое общение назвал ценным. Спасибо вам большое за это интервью. Оно сегодня для нас было самым ценным. Депутаты периодически возвращаются к актуальной теме благоустройства Новокузнецка. В проекте решения появились такие определения, как прилегающая территория, границы прилегающей территории и её площадь. В городе ещё немало бесхозных территорий, и их планируется мониторить. Под раздел 2.9 средства наружной рекламы информации раздела 2 элемента благоустройства территории дополняются пунктом 2.9.2 о том, что любые средства информации, афиши, плакаты и другие можно размещать только в установленных в муниципалитетах местах. Также под раздел 2.10 некапитальные и нестационарные сооружения раздела 2 элемента благоустройства территории дополняются пунктом 2.10.6 о том, что НТО, размещенные с нарушениями нормативно-правовых актов Новокузнецкого городского округа, демонтируются в порядке, установленным решением Новокузнецкого городского совета народных депутатов. Схемы были разработаны на западную часть микрорайона 1414А Новоильенского района города Новокузнецка по улицам Рокоссовского, Звездово и проспекту авиаторов. На основании распоряжения администрации города Новокузнецка 20 января 2020 года были проведены публичные слушания в период с 23 января под 23 марта. В последнее время люди обеспокоены информацией о складировании нефтепродуктов в Новокузнецком и Прокопьевском районах. Стоит ли реально беспокоиться? Разговоры о размещении технологического грунта, содержащего нефтепродукты, появились после того, как на собраниях с жителями заявили о проведении экологических экспертиз. Наряду с заверениями, что компанией, подавшей заявку, никаких активных действий не ведется, режим повышенной готовности любые слушания или обсуждения полностью исключает. Будет ли эта работа проводиться после пандемии, не сообщается. А вот это как раз многих и настораживает. В четверг в Апанасе состоялась встреча-презентация авторов проекта ликвидации очагов самонагревания горных пород в районе поселка Апанасного Кузнецкого района и представителей поселков, расположенных поблизости от отвала. Напомню, в связи с горением отвала в районе объявлен режим ЧАЭС. Присутствовали чиновники разных уровней. На этот раз всех объединяло общее желание ликвидировать проблему. Впрочем, в ходе встречи выяснилось, что многие стратегически важные моменты по безопасности населения и экологии были не учтены. Какое воздействие будет, никто сейчас не говорит, какое будет воздействие на тот или иной поселок. Никто не знает. Это в проекте, где такого раздела нет. Поэтому мы должны предусмотреть, даже если не делать полный проект, мы должны предусмотреть ряд мер для того, чтобы защитить население. Об этом идет разговор. А у нас получается. Подождите. Вот если вас внимательно послушать, мы больше боимся не за людей, которые вокруг есть, а чтобы тайга не сгорелась. За это поругает начальство. А за народ пусть умрел. Когда мы задаем вопрос с точки зрения населения, мы не получаем ответа. На какие вопросы? Вот мы задали вопрос. Надо противогаз покупать, не надо. Не знаю. Вот про то и разговор ведь. Понимаете? У нас такой же ответ. У нас такой же ответ, а мы не знаем. Понимаете, проект разрабатывается, там разрабатывается оценка воздействия на окружающую среду. Там экологи работают, они считают, посчитают рыбок даже. Собственно, благодаря активности общественников, их замечаниям и предложениям было решено дополнить проект. В первую очередь, это обеспечение мер безопасности сельчан, но и об экологии нужно позаботиться заранее. Насколько я знаю, в проекте они не учли природоохранные мероприятия. Там будут учитываться те нормативы, которые сегодня существуют, как раз из природоохранных. И там будет целый раздел. Если ее здесь выпили где-то частично полосы, где-то распахать, то это даст возможность даже при возгорании торги 100% защитить дальнейшую торгу. Первый этап работ планируют провести менее чем за год. По заверениям чиновников, на всех этапах ликвидации горения отвала будут учитываться рекомендации и пожелания местных жителей. Воноваться, конечно, не нужно. Хуже точно не станет. Поскольку вот эта вот многолетняя проблема, она сегодня поставлена, действительно обозначена правильно. И сегодня, значит, ее пытается решить правительство Кузбасса прежде всего. Значит, первый этап простой. Нанята проектная организация в виде научно-исследовательского института горно-спасательного дела, который сегодня приступил к разработке проекта ликвидации данной ситуации. Поэтому все вопросы, в том числе и в ходе беседы сегодня с жителями поселка, все вопросы будут учтены, естественно, в рамках существующего и разработанного проекта. Удачи вам и здоровья!